Меня зовут Ночной Страж. Я легенда Зоны, ходившая к центру ЧЗО уже дважды, но оба безуспешных. Это моя третья ходка к исполнителю желаний, и это моя легенда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которую я вот и решил наконец-таки целиком полностью осилить, ну хотя бы постараться это сделать, то есть дойти до конца. Здесь квесты очень сложные, потому что они локационно очень сильно разбросаны, то есть по всем локациям придется побегать, придется развиваться, придется, скажем так, много пунктов подвыполнить, много чего дополнительного сделать для того, чтобы добраться до центра зоны, то есть до исполнителя желаний. А это основная задача нашего главного героя, которого зовут Ночной Страж. Ну, этим, собственно говоря, займемся, собственно говоря, вот этим вот развитием, то есть для начала сейчас поделаем задание, которое есть в деревне новичков, то есть постараемся немножко обжиться, потому что сейчас у нас, скажем так, дефолтная кожанка, очень плохая, которая промокает даже под дождем, и от одного куса собаки, который просто флам разбирает. У нас есть ТОЗ, это неплохо. В принципе, скажем так, стартовый пак достаточно хороший, наверное, можно как-то выживать в пределах ЧЗО, он в пределах кордона уж точно. Поэтому будем стараться сейчас раздобыть что-то получше, хотя бы в плане шмота, потому что оружие-то оружие, мод, броня, штука очень нужная. Кстати, здесь было очень интересное сообщение в самом начале игры. Сталкеры. Вот, опять про стрелка ничего не слышно. Пропал, как и в прошлый раз. Будем надеяться, что даст себе еще о себе знать. Ну, это ладно. Второе. Скрыто. Мужики, стою сейчас на интере, гляжу в воду, переливается она, облака отражает, лучики там просвечивает. Среди мусора всякого мальки прорядывают. И дно так и тянет к себе. И тут ему сталкеры отвечают. Ага, да нищие ебаные. Ты чего, брат, первый раз под пси-слушение попал. Лучики у него, беги оттуда. Вот так вот, ребят. Я это к чему веду сейчас. Какое-то сообщение, что для того, чтобы пробраться к центру зоны, она бы сначала, ребят, выполнить задание определенное у доп. персонажа. И потом еще зайти на янтарь. Потому что без пси-шлема, который выдается там с Сахаровым, собственно, пробраться к центру будет вообще невозможно никак. Ладно, давайте продвигаться сейчас. Так, нам тут оставили немножко покушать. Заберем с собой все, что есть. Мы, в принципе, не брезгливы. Да, погодка си-такси, ребят. Прям херащит, как из ведра. А мы как раз-таки в долбанной кожанке, которая протекает просто напрочь. Не весело, не весело. Ну ладно, ладно. Так, ну долго не будем тянуть кота за яйца. Пойдем сразу в нужное местечко. Возьмем нужные квесты. Сейчас сразу, наверное, зайдем к Шустрому. О, фанат. Здорово. Зайдем к Шустрому, потом к Волку, потом к Сидоровичу. Нагребем сразу полный свор квестов, которые можно сделать на территории Кордона. Приветствую, я Шустрый. Обычно ко мне обращаются за уникальным оружием. Редкие модели, прототипы, именные пушки. Ну и элитные останержения там. Последние разработки защитных и боевых костюмов. Каждая вещь проверяется мной лично, так что качество гарантировано. Кстати говоря, видите, можно, в принципе, наторговаться на территории Кордона. И потом у него же шмот заказать. Что будет, скажем так, логично. То есть, сразу выйдем с Кордона лютыми пацанами. Для того, чтобы, предположим, заказы у бармена уже мы могли нормально выполнять. А не бегать просто так. Так, мне нужна работа. В общем, есть один клиент, который ищет определенное оружие. Мне нужен кто-то, кто сможет его достать. Если интересует, могу рассказать подробности. Ну так что? Давай. ВВС Винторез. Вот что мне нужно. Но запомни, состояние оружия должно быть отличным. Клиент заплатил немало деньги, и я не буду... А, я не думаю, что ему понравится какой-нибудь ржавый кусок дерьма, который клинит через выстрел. Получишь больше процентов его суммы, если сделаешь все, как надо. Возвращайся, когда найдешь. Окей. Так. Ну это серьезная пушка. Я не думаю, что она есть на территории кордона. То есть, такими вещами тут не разбрасывается. Винторез. Боже. Тут у самых матерых пацанов типа Волка. Калаш, блин, в лучшем случае. Кстати говоря, вот и Волк. И у него, у него, по-моему, калаш. Нет, у него пулемет. Ни хрена себе. Недооценил я мощь Волка, ребят, на самом деле. Привет, сталкер. Какими судьбами в деревне? Мне нужна работа. Есть что-то на примете? Сталкер пропал из лагеря. Мне нужно узнать, какого рода беда с ним приключилась. Найдем. Я, конечно, не поисковой пес, да? Но найти человека по наводке... А ты карту пометил мне, где он был в последний раз? Или просто найти вслепую? Ого. Да неужто? Найти вслепую? А, нет, он находится на территории свалки. На Болкпосте бывшем Долга. Слушайте, я думаю, он в порядке. Я не думаю, что Долг отдал данный Болкпост кому-то в руки. Хотя бандосы могли пожать, в принципе, со своей базы. Но я в это мало верю. Маловероятно. Скорее всего, он там просто отдыхает. Сейчас с Долговцами... Слушай, у меня отдел по горло. Говори давай! Да, я тут вслух размышляю, дружище. По поводу твоего парня. Скорее всего, он там просто едет... У костра загорает. После того, как затарился в баре и... Ну ладно, ладно, я с ним поговорю. Не переживай. Здоровая, рад тебя видеть. О, 30 патронов. Это неплохо. Слушай, давай о деле поговорим. Давай поговорим о деле. Я не против. Привет, сталкер, что тебе нужно? Слушай, тут такое дело, как бы это смешно не звучало, я хочу найти исполнитель желаний. Конечно, легко. Это в Чернобыле. Следующий автобус справляется через 20 минут. Хе-хе. Слушай, было много сталкеров, которые пришли сюда в поиск исполнителя желаний. И знаешь, что с ними со всеми стало? Они все кормят червей прямо сейчас. Исполнитель желаний это просто легенда. Он не существует. Даже если бы он действительно существовал, ты знаешь, кем бы было мое желание, если бы я его нашел. Чтобы я никогда не нашел искать его. Хочешь разбогатеть? Для этого не надо никаких желаний исполнителей. Можно сделать много денег здесь, в зоне, если не дурак. Поброди вокруг лагеря, здесь есть много работы. Черт возьми, у меня даже есть некоторые задания, которые нужно сделать время от времени. И вот тебе список людей, которые тоже щедро заплатят за определенную работу. Это честный образ жизни, по крайней мере, здесь, в зоне. Так, встретиться с технарем. Окей, встретимся с технарем. Мне нужна работа, есть что на примете? У меня тут есть список сталкеров, с которыми надо разобраться. В него обычно входят всякие сволочи и конченые подонки. По разным причинам. Одним словом, мусор. Мусор, от которого зону время от времени нужно очищать. Понимаешь, да? Ну так что, берешься? Берусь. Я таким не брезгую. Так. Ох ты ж ничего себе! А Сидар-то разбогател? Вы смотрите. Акок, прицел на 4х, экзики. Калаши. Молсберг 590. Мам, не горюй. Обалдеть, не встать. Комбинезон села. Нифига себе. Мне бы чутка затарить этих. Дроби, а то мало ли что. У меня... Вообще по минимуму. Так, вот так вот хватит. Давай, давай, консервных банок. Потом притачу, не переживай. Все для тебя. Будет еще что-то нужно. Так, давайте сейчас осмотримся, где находится этот технарь. Вырубить выжигатель мозгов. Ну, этим мы занимаемся четко позже. То есть, после того, как возьмем си-шлем. Сейчас с этим еще рано заниматься. Технарь. А, он находится за перевалом, на кордоне. Вот так фарт. Впервые сюжетный квест выпал так близко. Ты смотри, нифига себе. Это реально круто. Так, ну давайте-то сходим к нему. Слушайте. Не так далеко идти. Есть, кстати, даже шанс, что у него есть какие-то квесты для нас. А это прям-таки вообще круто. Кстати, а фаната нет, интересно, квестов? Нет, нет и квестов. Ну, ладно. Блин, это реально фарт просто. Идти всего 400 метров. Там, конечно, блокпост военных под ЖД-хой. Не хотелось бы с ними воевать, но что поделать, как говорится. Так. Здесь все заряжено, отлично. Братаны, мля, сос, мы влип тут у солдата на кордоне около ЖД. Ха. Я слышу пальбу. И где мы? Снайпер просто, блин. Со 100 метров попал. Ну-ка, тихо, 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 тихо. Да ты смотри, какой живучий кот-то попался, а? Зараза. О, минус 1. Хорошо отработали. Как сталкер убил кошку на кордоне. Ты это видел, Костик Прыгун? Эм. Интересно, откуда он видел, как я убил кошку на кордоне? Костик, а ты где? Подожди. Не ясно, где Костик. Так. Забрали хвост кота. Да ну и хрен быть с ним. Пальба вдалеке ведется. Блин, я что-то не хочу ввязываться в переделку с военными. Прям совсем не хочется. Не знаю почему. Возможно, потому что проблема с военными это прям... Ах ты ж, зараза. Фонарик забыл выключить, тот дурак. Бандосы что ли? Не видно никого. Тихо, ну мы не таких выкуривали. Оп, спокойно. Сейчас будет красиво. Ай, хорошо. Голова-то вся в хлам пошла, да? Весело тебе. Ох, еще один хэдшот. Убить сталкера обновлено. Какого черта? Я убил нужного сталкера, или он сам сдох? От старости. Хрен его знает. Не, ну он-то сдох, получится бабки мы должны получить. А, еще один. Два раза в голову. Отлично. Боже, что творит ТОС. Это просто оружие богов. Мне бы такую только нарезную с прицелом. Было бы вообще супер. Тихо, обходит что ли меня? Какая душевная нагруженная перестрелка, а? Не дураки, падла. На рожон не лезут. А, вот он. Хорошо. Как гвоздик бил ему в голову патроны. Бедное деревце, все уже как решето. А, тихо, 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 тихо. Так, меняем позицию. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, а там парней-то еще много. Обалдеть. Собаки, собачья смерть, рядовой. Рядовой виноградов, нихрена себе. Тихо. Да е-маю. Там еще вояки поджали со стороны. ЖДшки, а? Ничего себе у нас тут за пары. Тихо, 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 вояка. Да е-м, твою мать. Сраные болоты, хрен видно. Так, погодите, на два фронта работать тяжеловато. А, зараза. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Выляпались мы в переделку. Проискники квесты, думал я сейчас перебраться через ЖД, хуй. Поговорить с технарем, ага. Ай, тихо. Зараза, цепанул. Так, один фронт отбили. Теперь на второй работаем. М-м-м. Мать твою. Хлебушек. Сейчас заляпаю тут все. Ах ты ж, блин. Спокойно, спокойно. Еще есть дроби. Тихо. Минус один. Сейчас бандосы подожмут и все. Ах, башка-то как кружится. М-м-м. Все в молоку. Да помри ты уже. Щепить захотелось. Вообще полный комплект. Да погоди ты. Убийца хренов. Там уже, ребят, поперло. А ну чики-брики и в дамки. Ну конечно. Вот это неплохо. Так. Зараза. Блин, а что до сих пор капаю что ли? Ах ты ж за... Чувствую болит что-то. Да, разговор есть. Выходи. Отлично. Какой нервный оказался, а? Ах ты ж... Засранец. Как же в башке-то мутит, а? Ща, глоточек передышки. Дроби-то осталось 8 штук. Вот вам и пробраться до территории. Небольшие базы скромные. Ах ты ж... Ах ты ж... Ах ты ж... Решатся. Слушай, нас поджали всем отрядом просто. Это гады щитки. Кто это таки... Да сдохни ты! Божечки ты мой! СВД? Что? Какого черта? Какого черта? Какое нахер СВД? Командир сплёкся, отлично. Бля, щас бы пожаться к чему-нибудь такому, а? Фу, передышка. Так, время патронов. Эта сломана, выкинуть. По трошке, по трошке. Немножко патрончиков. Совсем капельку. Отлично. Есть, есть контакт. Вот вам и жденасыпь, блин. Ведь мох обойти всё красиво. Но нет, нет, мы ж вляпались по самой не хочу. Прям евростандарт, мать его. Так, здесь у нас что? Ёп твою... Ничего себе! Генка-пузырь, одиночка. А это явно не Генка, это кровосос. Ай, ты мой хороший! Захотел зайти в спину, да, засранец? Вова, Ракфор, общий канал. Требуется помощь. Вручайте, мы влипли. Тут блатари на кордоне. Ну, зашибись. А, это СВД-харь, который местный. Спасибо за снайпер-сконтовку, дружище. Не, бандосов я видел, их-то я порешал. А вот чё за парни в жирных костюмах подошли, я так и не понял. Неужто это блатари были? Да не поверю, просто, ну не в жизнь, ну вы чё. Чё, у бандосов есть ребята в экзиках? Это какие-то новинки. Трупов просто гора. Причём некоторые явно сделал не я, они просто здесь были до меня уже. Так, ну командора я убил, это да, каюсь. Теперь есть проблемки с весом. Ох ты ж, ничего себе! Вот это расклад, ребят, вот это, вот это так расклад, так расклад. Зона, весёлый предмет. Один день, один день гуляешь, всё пусто, тихо, аккуратно. А другой день, бац, и сразу себе АС-вал с прицельщиком. Именно вал, то есть это не винторез, это вал, да ёлки-палки. Всё равно перегруз. Клок-17 с глушителем, да ты гонишь! Нет, такую штуку я не выкину. Блин, им выбрасывать-то нечего. Это бы всего раз продать, как-нибудь аккуратненько. И патрошки имеются, да ты смотри, прям полный боекомплект. Так, ладно, сейчас надо провести небольшую провизию. Ревизию, провизию, ревизию. Со шмотом и добраться до территории, всё-таки, этой грёбаной базы. Потому что, ну, как-то очень тяжело для старта. Очень тяжело, ребят. Так, ладно, не будем этих трогать парней. Пусть их шмот останется с ними, пока что, как минимум. Бандос, я не думаю, что там есть что-то хорошее, прям-таки. Прицел просто офигенный. Этот ствол мне уже нравится. И красивый ведь на вид. Так. Блокпост чист, само собой, все сдохли. Чё, на подходах. Какого чёрта они вообще повлазили? Стоп, забыл осмотреть парня в экзике. Точно. Чё, я зря убивал его, что ли? Какой-то жаробасный пришёл, ты смотри, мастер зоны. Ходок местный. Садил в него в обойму, ему просто было насрать. Говорит, у меня система же не обеспечения, мне вообще похеру. Автохил, антирады, всё на автоматике, ещё хрен пробивается. Дружище, ты кто такой будешь? Абакан. Военный. Новичок. Новичок. В военном экзоскелете новичок. Ничего себе новички у нас попёрли. Собакашкой. Нормально так. Вообще новенький в зоне, ребят, прям вот только пришёл. Ай, ты смотри, зараза. Кто-то жив, что ли? Да ну вас нахер, просто сваливаем. Сидор как будто знал, что здесь будет такая передряга. Пойдите поговорить с технарём. Задание у него есть к тебе небольшое. Ага. Небольшое. По пути к этому небольшому мы затеяли очень огромную масштабную военную операцию. По выносу непонятных военных, которым я вообще ничего не сделал плохого. И переделки блатных. Всё-таки в часово всякое бывает, да? Идёшь только по кордону. А здесь не то, что одиночки бьются с бандосами. Здесь бандосы наехали на военных. Зачем, почему? Блять, вопросов просто миллион. Тихо. Не, это вроде ребят нормальные. Фух. Повезло пацанам, а. Вернулись по ходу сходки. Ну, судя по шмоту, ходили максимум на свалочку. Там отработали, вернулись обратно. Ваз бы на пять минуту раньше было бы, наверное, попроще мне немножечко. Совсем капельку. А так, пришлось потеть прям по-жёсткому. Блин, пить хочу, зараза. Какого чёрта? Так, стоп. Я не понял, блатные чё, совсем охерели? Какой к чёрту Ливер вылез? Где? Так, это наши ребята. Здесь ещё бандосы, что ли, есть, или чё? Ах. Тихо, 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 тихо. Немножко я поднакапал на землю. Совсем капельку. Куда он гасит? Нет, этого я убил. Там ещё, что ли, жмут, заразы? Нихрена себе! Так, стоп. Вот это у парня при себе прям полный набор оборудования. Слушай, не справляется снайпер-то. Ведь у парня пушка знатная. Нихрена себе. Тихо. В смысле, ты по мне, что ли, гасил? Я же твой друг, дружище. Или нет? Какого чёрта? Погиб сталкер Андрюха Ливер. Рыжий лес. А, так вот какой Ливер вылез. Стоп. Всё, отъехал. Спёкся. Красиво. Однако. Я не понимаю, ровно чё там ничего. Это же база Валерьяна, одиночек. Где вся охрана, где люди? Почему её бандосы поджали? Причём так просто. А, вот и охрана, походу. Вова Рокфор. Про которого было сообщение. Ну, зашибись. Совсем бандиты охерели. САИДЖИ, да ладно! Ветеран бандосов. Нихрена себе. Это ж с каких пор элитная гвардия бандитов так далеко залетает-то, а? Без причин и без разговоров. Просто. Пойду-ка я схожу на территорию кордона, да? Постреляясь ножка. Весёлый парничка оказался. Так, ладно. Зазож. Без бухла и прочей херни. Есть кто интересный, если живой-то, а? Тихо, наверное, не тронули. Это хоть что-то радует, а? Конечно. Какой отдых, братан? Я пришёл, чтобы вас увидеть. Где ты был? Военный отряд напал на лагерь. Потом ещё этот чёртов вертолёт. Они уничтожили почти всех в лагере. Мы смогли прикончить большинство из них, но одному удалось уйти. Он может привести новый отряд, если не догнать его. Я покажу тебе направление. Хорошо. Ёлки-палки. Вот так работа, ребят. Стоимость 1 рубль. Ремонт. Отлично. 8 тысяч. Пока что не по зубам. Такие суммы для меня. Ужели ты меня покидаешь? Боже, какое счастье. Так вот в чём ситуация. Так это военные штурмовали территорию кордона и этой базы. А бандосы, походу, с территории АТП решили отомстить. Так, преследование. А где ж он находится, зараза? Это что у нас? Ах ты ж, ё-моё. Ты предлагаешь мне осуществить рейд на территорию блокпоста военных? Часу-часу не легче. Блин, а чё же делать-то, а? Так, ладно, начать садить обратно в лагерь к Сидору. Сдать ему квест на убийство сталкера. Немножко обжиться снарягой. И думать. У нас, конечно, есть СВД-ха, есть винтарь ВС. Много чего уже есть для начала игры. Но это блокпост военных, это... Охренеть просто можно. Вот так сюжетик у нас завернулся-то, а? Прям по полной завернули. Ладно, будем разбираться. Так, дом, милый дом, добрались. Блин, ё-моё. По пути, кстати говоря, возле АТП я решил проверить трупы бандитов. Но там уже не было никого, потому что... Всех обчистили военные. То есть там было два вояки. Они начали палить. Я решил просто сразу свалить оттуда вон нахер, потому что... Всё было плохо в плане патронов. Так, ребята, аккуратней. Кстати, ребята тоже, скажем так, не пальцем деланы. У нас тут побольше, конечно, людей, чем там было на той базе. На той базе был всего один охранник на вышке. Его, конечно, бандосы с вояками быстро снесли. Здесь людей, конечно, поболя будет. Поэтому, в принципе, это хорошо. Кстати говоря, я потратил полностью ремкомплект на починку АС Вала. Уж больно он мне понравился. Прямо не знаю. Прямо вот он вкусный. Отработал как надо. Так. Парня я убил. Сейчас надо поговорить с Сидоричем, что... Устранил того парня, которому не нравился. Скорее всего, это был какой-то из бандосов. Я даже подозреваю, что это был парень в экзике. Не знаю, почему мне кажется, что... А, нет, в экзике парень тоже был военный. Тогда не знаю. Но какого-то бандоса я слил, который был нужен. Сидор еще. Сидор. Задание выполнено. Отлично, 3000 денег. Ты избавился от этого мудака. Вот награда, как обещал. Спасибо. Есть какая-нибудь работа еще? Пока что нету. Ну ладно, ладно. С этим будем разбираться. Так, что нам здесь можно продать? Практически ничего, да? Потому что он не покупает поломанное. Блин, это печально. Надо было отремонтироваться у техника и сюда прийти. А у меня же не было денег, точно. Это зараза. То есть, грубо говоря, мы просто намели. Значки продавать нельзя. На них, сколько я знаю, есть квесты. Поэтому вдруг чё, как будет потом, а я без них. Так, стоп. У тебя есть патроны на вот эту вот штучку? Есть. Почем цена? Отлично. Слушайте, ну, с таким затаром, я думаю, в принципе, можем взять сейчас базу военных. Вот так бы всегда. Ты бы еще консервных банок насобирал. Так, пистолетные патроны мне дефолт не нужны, потому что ими пользоваться я точно не буду. Поэтому их точно сливаем. Сто процентов. Крупнокалиберные пистолетные. Такими пистолетами я не пользуюсь, тоже не нравится. Натовские патроны сто процентов входят. Колпачок тоже улетает. Ненужная вещь. Так, хвост кота уехал. Куски мяса мутантов забирай. Тоже вещь, явно, которая мне не пригодится. Вот так помелоченно собирали 4000. Отлично. Так. Тос продавать не хочется, но... Нет, пока что продавать Тос я не буду, потому что это бессмысленно. Что обычно нужно было взять? Надо взять немножко себе водички. Это сто процентов. Бинты. Бинты, аптечки. Есть что-нибудь? Так, бинты есть, нет аптечек. Отлично. Закупаем. Молодец. Вот так бы... Хорошо. Значит, все остальное пока что скину вот в этот общественный езд. Ящичек. Тос оставлю. СВДху надо пока что выложить. Это все вещи, скажем так, не особо важны для нас. Ах, тыщу пальцы красоса. Ну, потом продам. Ладно, хрен бы с ней. Так, это что у нас? Полевой рюкзак. Способен выдержать самые суровые погодные условия. Кстати говоря, ну, я думаю, я создам плацдар на свалке. То есть, пока что рано его делать на территории кордона нет смысла. Тут, в принципе, бегать не так далеко. Хлеб слишком много. Тоже выложи. Колбаску себе оставлю. Все-таки колбаса вещь хорошая. Водера. Одну ктулку оставлю, все остальное выкину. Так, калашные патроны мне не пригодятся пока что. Отлично. Так, весь мусор скинули. Ну что? Самая серьезная операция в нашей жизни. Атака на блокпост военных. Кстати говоря, может поспать на его нахер, а? Под такой погодей ведь хер кого найдем. Мы сами палиться будем за счет фонарика. Нас-то ночного уедения нету. Блин, и парень, которого мне нужно убить, находится прямо в центре. Вот прямо вот зашел как надо. Вот зараза. А поджимать весь блокпост не хочется. Потому что мало ли что. Потом будет проблема у сталкеров. Давайте, наверное, все-таки поспим до утра. Там, как говорится, утро вечера мудренее. Так. Спать до утра. Так, все. Воды. Раз, два. Еще хочу пить. Елки-палки. Так, вот теперь нормально все стало. Фонарик можно тушить. Что с парнем? А? Какого черта? В смысле? Он успел скрыться. Я провалил задание. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо вышло. Теперь у базы новичков будут проблемы. Их будут прессовать толпы военных. Потому что он сейчас ушел, скорее всего. Он там, наверное, обитал возле этого. Возле машину ждал. Поэтому был в центре базы. Уехал сейчас из ЧИЗО. Поехал в штаб. Рапорт, кстати, о том, что кордон не подчиняется подвоенных. И нужно его будет ломануть. Сейчас, наверное, пришлют вертушку. Ох, е-мое. Не весело все это. Не весело. Зараза, блин, а. Как же быстро они императивно его отправили на базу. Я думал, я посплю буквально до утра. Обмозгую всю операцию. И с утра все сделаю. Ну хрен бы там. Так. Кто такие? Не, вроде свои. Причем, ребята, странный один новичок. Это, скорее всего, отмычка и два нормальных парня. Так. Сейчас бы добраться до территории базы без происшествий. Было бы вообще просто, не знаю, как сказка. Раньше этот проход считался очень, скажем так, простым. Максимум, что вас здесь поджидало, это бандосы. Но бандосы это белопривычные. Да что ж такое. Вроде нет перегруза, а силы меня покидают. Ладно, пойдем туда пешочком. Ох, сейчас нас технаряд считает. Скажет, балбесный, лютый. И тупорылый идиот. Теперь у нас будут огромные проблемы. Просто огромные масштабные проблемы. Он же нам так и сказал, что если этот парень уйдет, то придет подкрепление. Опа. Тихо. Да какого черта? Залп после сводехи. Так, ну это те парни, они там, скорее всего, бьют кабанов. Это дробаш, это не то. Сос, ребят, вручайте. Стадо кабанов на кордоне около жены насыпи. Димка-слецарь, судя по его аватар... А, это те ребята, слушайте. Да нет, ну их там три человека было. Они должны выжить, по идее. Причем без проблем. Нет, я не буду им помогать, при всем уважении. От кабанов в три рыла отбиться, но это совсем уж смешно. Должны смочь. Так. Здесь бригада прибыла. Ай, ты смотри. Тихо. Минус один. Хорошо, работаем. Сталкер видел военного в странном комбезе. Узнал только сферу. Бронник чудной. Вот это, вот это плохо, ребят. Это прям звучит вот очень плохо. Знаете, бронник чудной, это значит, что военные прислали парни в новом костюме. Да ёб твою мать. Грёбаная ЖД-насыпь. Просто не пробиться никак. Тихо, есть у меня один вариант, интересный. Старая добрая лимоночка. Ну-ка, держи. Ах ты падла, он уже сменил позицию. Ты смотри, подлюка, а, чё творит? Я его даже не вижу. А вот теперь увидел. Так, ну надеюсь, это был последний. Откуда у армии Украины такие ресурсы? В смысле, каждый день новый отряд военных? На территории этого блокпоста? Это даже смешно, мне кажется, звучит. Так, это всё забираю. На продажу. Калаш себе оставь. У меня пушка посолиднее будет, причём намного. Но вал пока что, слава богу, тащит. А отрабатывает просто как нужно. Нужно будет в него вложиться полностью, на все бабки. Так, что у нас здесь? Калаши, калаши. Ох, нихрена себе. Твою мать! Пособирал хабарчик. Ай, хорошо! Ну вот, ещё от радиации не хватало сдохнуть. Зараза, а есть чё-нибудь от радиации-то? Ё-моё! Да не гони! Ладно, водка всегда спасает. Какая-то жесть просто. С каких пор вояки начали такую херню творить на территории кордона? Я просто не понимаю. Из-за чего конфликт я так начался? Я так и не понял. Нет, ну сначала был конфликт с бандосами. Там-то понятно. Бандосы могли просто так напасть. Без причины. Но, предположим, на один из сквадов, или же на один из отрядов военных. И попёрло дело. Но какого чёрта им помешала база вольников? Они же с ними сотрудничают. Они им таскают еду, водку, деньги. Всё, что нужно, это чисто для прохода. И всё. К чёрту всё! Забегаем на базу, быстрее. Блин. И во всём этом вина моя. То есть, если бы я того парня загандошил, бы не было бы этого подкрепа. Я понял. Я понял, что я истощён. Это я вижу и без тебя. Давай, колёпай ножками. И закрывай дверцу за собой. Отлично. Фу. Немножко передышки. Да я понял, брат, мой косяк. Чего? Задание выполнено. Спасибо, сталкер. Возьми это в качестве подарка. Так, встретиться с Тукаревым. Спасибо. Я ничего не понимаю, ребят. Какого чёрта? Подкреп здесь. Парня я не убил. Кто такой Тукарев? Парень, который находится у учёных на территории Янтаря. А нас до сих пор прессуют прям как крепость военная. Чё за жизнь творится на кордоне? Ну, наконец-то. Какого чёрта? Я так и понимаю, тут парень был, скажем так, доставлен с ранением. То есть он был, скорее всего, ранен. И он погиб там, на территории базы, уже от кровоточки, ночью. Либо была какая-то атака бандосов прямо на территорию блокпоста, что очень странно. Слушайте, на задание мы выполнили. Получился этот артефакт, причём вообще даже неплохой, который даёт минус радиации. Правда, у нас нету для него контейнера, но это будет немножко попозже. И нас до сих пор прессуют вояки. Что очень и очень невесело. Кстати говоря, а прицел отсюда прицепится на... Ммм... Печально. Нихрена себе! Военный спецназ! В бетях! В бронекостюмах! Да ты гонишь! Эммм... Братан, как видишь, я в прошлый раз не справлялся с заданием, так что ты зря мне дал выверт за просто так. Военные всё равно прибыли со спредподкреплением, поэтому... Ты уж прости. Сейчас... Чё смогу, то и сделаю. Стараюсь, как могу. Все сдохли, нет? Фу, блин! Опять кровоточка! Да ты смотри, зараза! Заткнись! Ребята! Фу, вроде бы отбились. Так, ребята, мы пока что на этом закончим. Первую серию наше с вами похождения к центру ЧЗО. Слушайте, какие-то просто непонятные разборки на территории кордона были сейчас у нас, но мы справились вроде как. Отстояли базу. Немножко схитрили, хотя мы вроде как не выполнили задание, то есть мы задание провалили, но всё равно получили из-за него выверт, что немножко нелогично. Ну, потому что как этот парень может проверить, справились мы или нет, он не может его проверить. То есть он просто нам на слово, скажем так, поверил. И что немножко нелогично для ЧЗО, потому что тот парень всё-таки добрался до территории базы, сделал, составил рапорт и прибыло подкрепление. Причём очень серьёзно на территорию ЖДхи, на территории той базы. Их, видите, прибыли ребята уже в бронекостюмах, что на вид даже очень страшно смотрится. Просто жесть, с грозой. Охренеть. Но мы справились, на самом деле, я очень рад. Но, скорее всего, эта база всё равно будет поджата военными, либо же бандосами, пока мы отсюда уйдём, они её подожмут. Надеюсь, деревня новичков не пойдёт, там всё-таки людей побольше, и там есть связи с военными у Сидора, которые, скорее всего, базе-то и помогут выжить в этом всём хаосе. Но у нас сейчас первостепенная задача добраться до Тукарева, территории Янтаря. Конечно, далеко от отсюда, но что поделать. Плюс поиск ещё Сталкера на территории свалки. Как раз так нам по пути. Фух. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»